Летающая тарелка Летающая тарелка Летающая тарелка оказалась не кораблем инопланетного происхождения, а американским изобретением, которое хотели продать советским шпионам. Первый фильм с летающей тарелкой и инопланетным существом появился в 1951 году. По сюжету инопланетянин Клоату прилетает на Землю с довольно необычной миссией — остановить распространение насилия на другие планеты. Приземление его летающей тарелки на поле перед Белым домом стало культовой сценой и поводом для множества пародий. Первые попытки отойти от стереотипной летающей тарелки возникли уже в 1953 году в фильме «Война миров». Художники-постановщики позаимствовали форму кораблей у скатов «Манта», прикрепили к ним излучатель и добавили светящиеся элементы. В фильме «Дьяволицы с Марса» часть тарелки начала крутиться, а весь корабль светился так, что героям фильма было больно на него смотреть. И хотя исключения из эпохи летающих тарелок встречались, в большинстве фильмов 50-х инопланетяне по-прежнему прилетали на Землю в дискообразных кораблях. Интересно, каков будет их следующий шаг? Освоение космоса привело к тому, что в 60-х и 70-х годах человек сам полетел навстречу неизвестному. Вернул инопланетян на Землю Стивен Спилберг в 1977 году. И что бы вы думали? Опять в гигантской летающей тарелке. Для съемок фильма «Близкие контакты третьей степени» была использована модель летающего корабля радиусом около полутора метров и весом около 180 килограммов. Художники картины знатно пошутили и прикрепили к тарелке миниатюру дроида R2-D2, почтовый ящик, акулу и даже построили на ней кладбище. Хотя в фильме этого, конечно же, не видно. Картина «Близкие контакты третьей степени» открывает эпоху добрых инопланетян. Всего через пять лет, в 1982 году, выходит «Инопланетянин Спилберга», в котором пришельцы и следователи улетают и забывают своего нерасторопного коллегу на Земле. И хотя в оригинальной идее их корабль был обычной тарелкой, художник картин Ральф Макквори придумал для корабля форму колокола. В целом, по сравнению с 50-ми годами, тема инопланетного вторжения к концу века перестала пользоваться большой популярностью. Но в 1996 году, обогнав свое время, вышла картина, которая положила начало следующей волне фильмов про инопланетное вторжение. И это был фантастический блокбастер «День независимости», в котором на Землю прилетали все еще тарелки, но уже размером с Манхэттен. Несмотря на возможности появившейся компьютерной графики, большую часть спецэффектов в фильме все еще создавали при помощи моделей объектов, и корабли не стали исключением. Над американской территорией. События 11 сентября 2001 года существенно повлияли на жанр научной фантастики и в особенности на фильмы о визитах пришельцев. После нескольких попыток создать фильмы о произошедшей трагедии, стало очевидным, что еще много лет эта тема будет слишком болезненной. Как в свое время «Годзилла» стала для японцев символом военных разрушений и Хиросимы, так и на замену картинам о терроризме пришла научная фантастика и вторжение инопланетян. Миллион лет они планировали вторжение. И это авангард. Ведь я не буду только пребывать. Они появлялись из-под земли в виде тренок. Крушили все вокруг, но в какой-то момент этот кошмар из разрушений хаоса заканчивался. Меня спокойно, меня ничего не трогает, видишь? Они снова прилетали, как и в 1951 году, чтобы предупредить об опасности насилия. Только на этот раз не в летающей тарелке, а в огромной светящейся сфере. Вас это только испугает. Они падали на землю похожими на метеориты и даже восставали из океана. Зальем свинцом этого долбови. Огонь! К 2016 году большие летающие корабли практически перестали прилетать. Фильмы про инопланетян больше не пугают зрителя внеземными существами из космоса, как в 50-х. И не наводят ужас из-за масштабности разрушений и близости катастрофы, как в 2000-х. Эти марсиане. Смешные маленькие твари. 11 ноября 2016 года на экраны вышла картина «Прибытие». В нем обтекаемые вертикально стоящие корабли, похожие то ли на тарелки, то ли на камни, приземляются в разных точках планеты. Причина визита новых инопланетян отличается от всех, что вы когда-либо слышали. Вы готовы? Но понять пришельцев не так просто. Поэтому на помощь приходит не инженер, не биолог и даже не астрофизик, а лингвист Луиза Бэнкс. Мне нужно, чтобы вы кое-что перевели. И кто знает, может именно этот фильм начнет новую эпоху вторжений пришельцев в кино. Какого черта она делает? Доверьтесь мне! Продолжение следует...